Диалоги о рыбалке Диалоги о рыбалке Диалоги о рыбалке Внизу расстилается бескрайняя нетронутая тайга Наконец посадка Очередное перетаскивание бесконечного экспедиционного скарба И вертолет, махнув на прощание винтом, скрывается за лесом Как все дороги ведут в Рим, так и все речки здесь, в Центральной Сибири, рано или поздно приводят к Енисею Вот и наши путешественники решили положиться на эту непреложную истину И пустили свои суда вниз по течению Пройдя на лодках около 300 километров водных путей Наша съемочная группа спустя месяц добралась до Енисея Ну, о ловле на Лима на Енисея мы уже рассказывали А сегодня речь у нас пойдет о Хариусе О ловле Хариуса на одном из небольших притоков Енисея Но перед этим давайте посмотрим, что все-таки происходит в этих местах зимой Это стало возможным благодаря нашим зрителям Нет-нет, это не кадры из какого-нибудь фантастического фильма Просто на таких вот аппаратах сибирские рыболовы ездят на зимнюю рыбалку На Хариуса И называется эта машина Аэросани Гепард Да, судя по всему, рыбалка там у них знатная Большое спасибо нашим друзьям из Таруханска Павлу Блинову, сборщику Ивану и Карасевичу Петру За замечательный сюжет А мы давайте вернемся в Сентябрьскую тайгу И посмотрим, насколько успешно ловили Хариуса наши рыболовы Сегодня мы будем беседовать с ихтеологом Алексеем Цесарским Кстати, он сегодня будет у нас еще и рыбаком в одном лице И нашим другом и коллегой рыболовом Владимир Купцовым Володь, ну вот твое ощущение По открытой воде Хариус так же хорошо ловится, как и зимой? Я не могу быть объективным Мне не приходилось ловить зимой Хариуса Но у нас на протяжении всего маршрута не было проблем с ним Хотя условия для рыбалки были весьма неидеальны Во-первых, буквально на второй день сплава где-то вверху реки прошли дожди Вода просто на глазах поднялась, понесла всякий смут из берегов таежный мусор Вода заметно помутнела Клев рыбы резко ухушился, но как раз Хариус нас в это время часто и вручал на Бесклеве Бывало, что за целый день сплава, кроме Хариуса, вообще ничего не могли поймать Кроме того, надо сказать, что специально в Хариусе рыбалке мы фактически не занимались Вся ловля, за редким исключением, проходила прямо во время сплава Нужно было успевать не только определить перспективное место для заброса, но еще послать туда блесну Лодка-то несет, причем иногда на камне То и дело приходилось оставлять спиннинги и браться за весла Иначе можно было сесть на камне или пропороть лодку Но, правда, этого несчастья как раз удавалось избежать МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вообще, надо сказать, что с точки зрения сплава речки, конечно, совсем не сложная Это не какая-нибудь там катунь, где 10-метровые плоты разбивают оскалы Но, тем не менее, и здесь, на некоторых порогах, приходилось быть особо внимательным и поработать веслами Зато часто ниже пороги и перекаты попадаются небольшие затяжки Где можно остановиться, перевести дух и спокойно побросать Володь, ну, вообще, у меня осталось впечатление, что управляться такой большой лодкой, да еще груженной, довольно непросто Скорее, надо не мешать ей самой находить дорогу Течение ведь обходит крупные камни Просто надо приноровиться Этим пользуются и зря не суетиться Леш, тут Володя произнес такую фразу Нужно определить перспективное место для заброса А как его определить? Осенью на таких небольших речках, вроде той, по которой мы сплавлялись Хариус в основном держится там, где есть течение Причем, чтобы не тратить сил попусту, он стоит не на основной струе А находит какое-то укрытие, например, крупные валуны на дне, которые лежат И там в затяжке стоит, а тут совершает броски на проплывающую добычу Вот такие места обычно приурочены к перекатам У меня сложилось ощущение, что больше всего Хариус брал именно выше переката Вот там, где река только начинает ускорять свой бег перед самим перекатом Мне казалось, что именно за камнями, которые находились в самом перекате То есть у тебя там было больше поклевок? Да, конечно После переката Ты начинал на носу За камнями, да И за самим перекатом, где уже было куда спрятаться То есть мне не разделились, я так понимаю Я могу сделать один вывод Хариуса надо ловить, если это перекат Облавливать весь перекат, перекат сверху донизу Ну вот мы и снова на реке Я смотрю, что дела у наших рыболов идут неплохо Хотя они утверждают, что специально хорюзовой рыбалкой не занимались Володь, а скажи, пожалуйста А ведь ловля с лодки, которая движется Требует от рыболова, наверное, каких-то особых навыков владения спиннингом Ну не то чтобы особенных Просто необходимо бросить быстро и точно Более удобен в этом смысле верхний бросок С очень коротким резким махом Когда работает верхняя часть удилища Такой способ хорош еще и тем, что можно не бояться При броске зацепить соседей по лодке Но не меньшее значение имеет хорошее владение снастью И при уловле с берега Особенно, когда приходится бросать с невыдобных положений Например, из-под кустов Или из-под положения стоя на коленях Кстати, наиболее подходящими для этого могут быть катапультные и маятниковые забросы При выполнении катапультного заброса Спиннингист использует упругие свойства удилища После натяжения лески приманку отпускают И она летит в точку заброса Для выполнения маятникового заброса Приманку раскачивают на леске В момент подхода блесны к нижней точке Придают движением руки дополнительный импульс удилищу И в следующий момент отпускают леску Оба заброса не дальние, но очень точные Володь, я вижу, вы ловили не только с лодки, но и с берега Ну, совсем немного Мы бы делали это гораздо чаще Если бы не жесткие сроки экспедиции С берега получается рыбалка более вдумчивая Ты больше свободен в выборе места Направление характера проводки Мне кажется, что и по своей эффективности По крайней мере на небольших речках Ловля с берега ничуть не хуже Как я вижу, Володь, вы ловили в основном на блесна А какие оказались наиболее уловистыми? На этих речках лучше всего работали небольшие вращающиеся блесна Больше всего Хариусу нравились Блю Фокс Супер Вибрекс Второго и четвертого номеров Причем темно-желтые, по-моему, работали чуть лучше, чем белые Тем не менее, мы довольно быстро сменили блесна на пятерку и шестерку Дело в том, что Хариус настолько активно хватал приманку Что он почти всегда умудрялся сесть на весь тройник С большими блеснами ему это удавалось реже Он гораздо меньше травмировался Интересно, к столу-то у вас что-нибудь осталось, поскольку вы все время рыбу отпускали Я помню, ты мне рассказывал, что ты не сторонник принципа поймал-отпустил Да, я считаю, если поймал, то уж будь любезен ешь Но на меня оказывалось прямое воздействие со стороны некоторых членов нашей группы И я хоть сопротивлялся, но волей-неволей отпускал Это не ты оказывал давление? Нет, нет, не он Ну вообще, что касается проблемы отпускать-не отпускать Это, конечно, тема для отдельного разговора А по поводу Хариуса Нужно сказать, что рыба это очень нежное Причем не столько физически, сколько, я бы сказал, психологически Побывав в человеческих руках Хариус впадает в состояние глубокого шока Выпущенный, он будет еще долго стоять, абсолютно не реагируя на опасность И оставаясь таким образом легкой добычей для любого хищника Я думаю, что если снимая Хариуса с крючка Вы продержали его в руках хотя бы минуту То отпускать его после этого большого смысла уже просто нет Знаешь, ты мне напомнил случай, который со мной произошел в Грузии в прошлом году Очень похожие вещи говорил местный егерь, когда мы ловили в горной речке форель Он как раз и говорил о том, что когда форель попадается на крючок Он наносит ей такую травму, что она вряд ли после этого выживет Поэтому отпускать ее, это только зря губить рыбу Очень может быть, что он прав Особенно если крючок вонзается в небо рыбы Проходит снизу вверх Дело в том, что в небной области Собственно, над крышей рта Проходят толстые нервные стволы, обонятельные тракты И есть там еще легко уронимые структуры Так что ранка, нанесенная крючком при внешней безобидности На самом деле может оказаться смертельной Вообще, вот среди рыболовов Вот этот принцип «поймал, отпустил» Он очень часто муссируется, обсуждается Есть разные мнения на этот счет Да, есть страстные сторонники и страстные противники Я думаю, что мы в нашем журнале, радиопередачах и следующих программах Коснемся этого вопроса особо Субтитры создавал DimaTorzok Володь, ну, судя по тому, что ты сказал о манере Хариуса Хватать приманку, засекаясь сразу на все три крючка Вываживание его не представляет особых трудностей Ну, в общем, да Сходу действительно было мало Хотя некоторые проблемы все же есть Дело в том, что при вываживании Хариус упирается Причем очень бойко А рот у нее достаточно слабый Поэтому по неволе стараешься вести ее к берегу помягче Не на пролом Но и забывать о том, чтобы леска при уважении не провисала Тоже не стоит Даже если Хариус надежно сел на все три крючка Все равно, тряся головой и бросаясь из стороны в сторону В конце концов, он может освободиться Вот посмотрите Как этот Хариус воспользовался предоставленным ему шансом Легкое движение головой И он на свободе Да, достаточно поучительная история Володь, ну а что нужно вообще учитывать при ловле Хариуса? Мне показалось, что он очень хорошо видит Видит? Видит Тогда вопрос к ахтеологу Зрение у него действительно отменное Но можно отлично видеть и не замечать, что происходит вокруг Но Хариус как раз крайне внимательен Причем поверхность воды для него такая жизненно важная зона Это, во-первых, источник пищи Различных падающих насекомых И источник возможной опасности В виде различных хищных птиц, таких как скопа Поэтому именно к надводной зоне своего обзора Он особенно внимательен Ты говоришь, что мы ловили на небольшой глубине, так сказать Метра полтора И надо всегда подходить очень осторожно Поэтому маскировка Это как бы необходимые условия для ловли Хариуса Правда маскировка может быть не так важна Когда зона облова находится достаточно далеко от рыболова Тогда можно особенно не прятаться Да еще есть ли она, к тому же, перекрыта пенными струями, перекат Кстати, и когда ловишь с лодки Такое впечатление, что Хариус почему-то не так осторожен И может схватить блесну Несмотря на то, что наверняка отлично видит рыболова Но вот когда приходится ловить на совсем маленьких речках и ручьях Тогда без тщательной маскировки не обойтись Вот обратите внимание Как правильно действует наш товарищ Он совсем не стремится выйти на самую близкую к зоне лово точку берега И ведет себя очень тихо и скрытно Настолько, кстати, что его не заметил даже Крахаль Который неожиданно прилетел чуть ли не к самым ногам рыболова А вот и наглядный результат Такой осторожности ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще, Володь, вот сколько раз рыбачил, каждый раз удивляюсь Как в таких крохотных речках живет хариус или форель там и так далее, какая-нибудь рыба Удивительно Да, тем более, что с реки эти притоки выглядят совсем ручейками Так что и в голову не придет, что в них может быть рыба ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо сказать, что он был у нас половить там хариуса, а Леша цесарский Вот в таких мелких речках, даже ручьях порожистых с мелким каменистым устьем Для хариуса часто создаются совершенно особые условия Через мелкое устье против сильного течения не могут проникнуть туда такие хищники, как таймень и щука Поэтому ахариус, небольшая рыбка сравнительно, в общем, относительно легко преодолевает эти мелкие перекаты И находит таким образом себе надежное совершенно убежище, где он может остановиться и как бы перевести дух Очень часто в таких речках, чаще даже в более мелких речках, можно найти довольно большое количество хариуса Который стоит там в бочешке, как бы отдыхая Иногда ловля оказывается очень легкой, хариус жадно хватает приманку Но возникают ситуации, когда рыболов видит большое количество рыбы, которая не реагирует ни на кайку Ни на муху, ни на блесну, ни на что По-видимому, в таких случаях действительно хариус, откормившись на основном русле основной реки Заходит в такое убежище для того, чтобы спокойно переварить пищу И в этой ситуации от рыболов требуется особое мастерство, чтобы заставить его взять приманку Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Интересно, что в подобного рода местообитаниях мне лично никогда не приходилось встречать мелкого хариуса Обычно там стоят достаточно крупные рыбы среднего размера и более крупные Возможно, что это связано с тем, что такие места действительно являются как бы привилегированными для хариуса И молоть мелкого хариуса крупные рыбы просто туда не пускают Поэтому и для рыболова эти места тоже оказываются привилегированными А вот, кстати, о размерах Вообще у меня сложилось такое впечатление, что по-настоящему большие хариусы вам не попадались А максимальные размеры хариуса какие могут быть? Ну, в их теологической литературе сообщалось о поимке хариуса весом 4 килограмма 600 грамм В их теологической? В их теологической В их теологической литературе Причем 600 даже с небольшим Но это речь шла о европейском хариусе А что касается сибирского, которого мы ловили То 40 сантиметровая рыба это уже крупный хариус Хотя попадаются и 50 сантиметровые весом в полтора килограмма И даже рассказывают о поимке 2,5 килограммовых хариусов Так что, так или иначе, но по-настоящему больших хариусов мы, конечно, не поймали, надо признать Леш, я думаю, что у вас все еще впереди с большими хариусами А время нашей передачи подходит к концу Но история о хариусе не заканчивается Потому что в следующей передаче мы вновь вернемся на берега Енисея И посмотрим, как он ловится не только на спиннинговые снасти, но и на удочку И, как всегда, мы с вами не прощаемся Слушайте нашу радиопрограмму по четвергам на Радио России Читайте наш журнал, смотрите наши передачи Заседание клуба «Диалоги о рыбалке» продолжается По многочисленным просьбам наших телезрителей Не сумевших посмотреть предыдущие выпуски программы Вышла серия видеокассет «Диалоги о рыбалке» Сом, жерех, судак, карась и многие другие виды рыб и способы их лова Рыбаки-любители против рыб-профессионалов Рыбные места бывшего Советского Союза Рыбацкое счастье на этих кассетах для больших и маленьких рыбаков Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем очередное и первое в новом тысячелетии заседание клуба «Диалоги о рыбалке» Многие из вас уже знают, что наша съемочная группа побывала в Центральной Сибири На берегах Енисея и сегодня мы хотим продолжить этот красноярский цикл В наших передачах мы уже рассказывали о том, как во время своего путешествия по одному из небольших притоков Енисея Наши рыболовы ловили Хариуса на спиннинг Рассказывали мы и о том, как проведя в тайге целый месяц и добравшись после многочисленных приключений до самого Енисея Ребята не пустили случая половить там на донке налима И как они в полной мере насладились всеми компонентами этой рыбалки Но кроме того, уже перед самым своим отъездом в Москву Они совершили небольшой марш-бросок в тайгу На совсем уже крохотную речку, также приток Енисея Это путешествие они предприняли специально для того, чтобы половить Хариуса не только на блесну, но и на удочку Вот об этой рыбалке на небольшой таежной речке я и хотел бы сегодня рассказать вместе с старыми приятелями Алексеем Цесарским и Игорем Травинским, которые были в этой экспедиции Ребята, ну вот расскажите мне, вы были на Енисеи Достаточно много воды, огромная река А пошли за Хариусом на какую-то маленькую речушку В чем это связано, почему? Ну, летом действительно и Хариус трудно поймать на Енисеи А к осени это становится возможным, но на маленьких речках рыбалка гораздо интереснее Она даже чем-то напоминает охоту Нужно сначала выследить, где скрывается добыча, незаметно подкрасться к этому месту Потом выманите его из укрытия и добыть И вообще Енисеи Енисеи, ну маленькая речка, это совершенно особенный такой уютный мирок Берега укрыты лесом и даже когда где-то наверху завывает холодный осенний ветер, здесь тихо Только плеск воды, да закричит иногда кедровка Маленькие перекаты, маленькие плесы, все близко, все можно рассмотреть и даже потрогать Тайга подступает к самой воде И самые разные таежные жители наведываются сюда по своим делам Здесь можно совсем близко увидеть пищуху или сеноставку Эти зверьки питаются растениями и к реке их привлекает богатые прибрежные разнотравья Бурундуку здесь тоже есть чем заняться Его скорее всего интересуют разные семена, которые он набив за щеки, утащит к себе в жилище про запас Осень на таежной речке, это еще и совершенно удивительные краски Листья на темной воде, ярко-зеленые мхи, все это создает какую-то очень уютную, умиротворяющую атмосферу И ко всему этому еще и роскошные темные хариусы Обычно в нижнем участке таких небольших речек, вблизи Устья, течение либо сильно замедлено из-за того, что подпирает Енисей Либо там наоборот, очень мелко и вода буквально прыгает по камням И то и другое хариусу не подходит Поэтому действительно, чтобы найти хариусовые места, в большинстве случаев приходится уходить на какое-то расстояние вверх от Устья И хотя путь лежит по таежному бездорожью, рыбалка стоит того, чтобы его преодолеть Нашим проводником в этом коротком путешествии был наш с Алексеем старый товарищ Олег Бурский Олег орнитолог, он изучает поведение птиц Причем занимается этим не только в тайге, но и у себя дома Все эти птицы полноправные члены его семьи Они живут прямо в его доме, на самом берегу Енисея, в аккуратных, сделанных самим Олегом просторных клетках Вот уже много лет подряд Олег приезжает сюда из Москвы И по 5-6 месяцев с самой ранней весны до поздней осени проводит в тайге Места эти Олег знает, наверное, не хуже, чем собственную квартиру И повел он нас самой короткой дорогой, напрямик через тайгу Часа через два пути мы добрались до того участка реки Где по расчету Малега уже должны были обитать Хариус Разобрать снасти и наладить удочки – дело недолгое И можно уже спускаться к воде Игорь, скажи, пожалуйста, а как узнать, есть в речке Хариус или нет? И как определить, где начинаются хризовые места? Ну, если водоем незнакомый, можно попробовать просто увидеть рыбу в воде Чаще всего это можно сделать Если рыбы не видно, можно попробовать увидеть следы ее кормежки Это характерные всплески и чмокающий звук в центре расходящегося круга Другой вариант – попробовать поймать какое-то насекомое И бросить его в воду, чтобы оно всплывало вниз по течению Это летом? Да, желательно летающий насекомый, чтобы оно не тонуло по поверхности И Хариус обычно покупается на это и хватает по реманку Ну, это, конечно, самый надежный способ – это забросить насадку Ловить надо пробовать на перекатах и порожках Здесь держатся небольшие, мелкие и средних размеров Хариусы Они не так осторожны, и поймать их легче А самые крупные обычно предпочитают глубокие ямы Вымыенные под берегом и концевые водовороты ниже порога Любят Хариусы прятаться и под упавшими в воду деревьями За крупными камнями и за крутинами растительности или под плавающей листвой Крупный Хариус очень осторожен Его далеко не всегда удается соблазнить приманкой Можно так и уйти, уверенным, что Хариус в реке вообще нет У нас, кстати говоря, довольно долго не было поклевок И мы уже начали было беспокоиться Не опоздали ли мы вообще с рыбалкой И не скатился ли уже весь Хариус в Енисей А что значит скатился в Енисей? Что Хариус совершает какие-то сезоны миграции? Я думаю, Лёша, лучше ответить на этот вопрос Действительно, Хариус вообще рыба осёдлая И в больших реках, таких как Енисей, в крупных озёрах Обычно он далеко никуда не перемещается Но в большинстве небольших притоков Он действительно туда заходит весной Причём выше всего в самой верхове поднимаются обычно самые крупные рыбы В притоке Хариус не рестится, проводится всё лето И осенью в конце августа, в сентябре, в начале октября Начинает скатываться обратно в Енисей И действительно, позднюю осенью можно Хариуса в этой речке вообще не застать Ну хорошо, а вот помимо Хариуса в реке вообще какая-то другая рыба есть? Ну, с точки зрения рыбалки, ничего интересного там нету Может быть, есть небольшая щука, я точно не берусь сказать А вообще там живёт маленькая такая рыбка-шиповка Она так называется из-за того, что у неё под глазом в кожной складке костяной шипик есть Совсем она небольшая И тоже очень небольшие гальяны Кроме того, ещё есть бычки-подкаменщики И вот Игорю выпала рыболовная удача одного такого подкаменщика поймать Ловили махариусом червя Причём надо сказать, что добывание червей в Сибири часто оказывается отдельной задачей Особенно поздней осенью, когда почва уже остыла Даже на огородах приходится перелопатить чуть ли не кубометр земли Чтобы найти одного-двух червяков Что касается техники самой ловли, то она примерно такая Приманку забрасывают выше предполагаемого места стоянки хариуса И потихоньку подёргивая, сплавляют по течению Не стоит стараться забросить прямо в рот рыбе, так её только вспугнёшь Осенью хариус питается в основном донными животными И насадку лучше пускать ближе ко дну Это создаёт некоторые неудобства из-за того, что поплавок реагирует на все неровности дна И приходится делать лишние подсечки, чтобы не пропустить поклёвку Хариус бросается на добычу стремительно И умеет очень ловко сдёргивать насадку с крючка Поэтому приходится быть внимательным Тем более, что черви обычно на вес золота На мой взгляд, удобнее всего для такой рыбалки Небольшая, 3-4 метра, телескопическая удочка, оснащённая катушкой Лучше безнорционной Катушка позволяет ловить в проводку Сбрасывая леску со шпули, можно сплавить приманку в недоступное для прямого заброса место Например, нависающие кусты или упавшее дерево Другое преимущество ловли в проводку Это то, что можно отпустить приманку подальше от себя При ловле такой осторожной рыбы, как хариус, особенно крупный, это очень важно Леску я оставлю 0,15-0,2 Крючок не самый маленький, лучше 4-5 номер С коротким цевьём Залог успешной рыбалки Это постоянное перемещение по реке Во-первых, больше 2-3 рыб с одного места поймать удается редко Но важнее то, что из всех стоящих в одном каком-либо месте хариусов Обычно первым приманку хватает как раз самый крупный Конечно, если рыбалок достаточно осторожен Поэтому, если где-нибудь под перекатом удалось вытащить пару рыб Можно быть почти уверенным, что они здесь самые крупные И можно смело отправляться дальше, на поиски нового подходящего места Игорь, а то, что ты ловишь в забродку, это с чем связано? Просто так удобнее или есть ещё какие-нибудь причины? Это действительно обычно удобнее, чем с берега Меньше мешают прибрежные кусты и деревья Но главное то, что так рыба почему-то меньше спугается рыболовам Лёш, смотри, как получается, что рыба, стоящая в воде рыболов Боится меньше, чем того, который стоит на берегу Как можно объяснить? Да, вот такой парадокс на первый взгляд Причём я от многих рыболов об этом слышал Очень трудно объяснить Но я попробую всё-таки частичное объяснение предложить В виде такой гипотезы Вот для начала Такой специально проведённый эксперимент Сколько я не забрасывал удочку Стоя во весь рост на этом поваленном дереве Как ни старался соблазнить рыбу приманкой Поклёвок не было Но стоило мне присесть на корточке И Хариус тут же схватил червяка Объясняется это тем, что Присев на корточке, я не просто стал Менее заметным для Хариуса А вообще вышел из зоны его видимости Дело в том, что рыба видит рыбового И вообще расположенные над водой предметы Благодаря тому, что дневной свет Отражаясь от них Проникает в воду и достигает её глаз Причём, проходя через водную поверхность Световой луч меняет своё направление Или, как говорят, преломляется Однако при этом Только часть света проникает в воду Другая часть, как зеркалом Отражается водной поверхностью Причём, чем меньше угол Под которым свет падает на воду Тем больше его часть отражается И тем меньше света проходит под воду Так вот, если луч падает на воду Под углом приблизительно в 30 градусов И меньше То весь свет отражается водной поверхностью И в воду не проникает вовсе Таким образом, для неподвижно стоящей рыбы К надводной части её обзора Всегда имеется слепая зона Ограниченная вот этим углом примерно в 30 градусов Предметы, расположенные в этой зоне Из-за отражения света поверхностью воды Рыба просто не видит Поэтому, чтобы сделаться невидимым для рыбы Рыболову достаточно укрыться в этой слепой зоне Либо отойти от берега, либо присесть на корточки Но есть и третий способ Оказаться в этой самой слепой зоне Можно просто зайдя в воду А в подводном секторе Видимость сильно ограничена Нет, Лёша, мне кажется, твоё объяснение неполное Несколько Потому что я прекрасно себе представляю ситуацию Когда Заходишь в летом воду Без сапог И рыбы подплывают буквально к ногам И начинают Чипать Причём они прекрасно видят себя Но как опасность не воспринимают А потом, когда ты выходишь Они тоже разбегаются в разные стороны Вынужден согласиться Но, видимо, действительно Рыба относится к подводным предметам Менее настороженно, чем к предметам Которые находятся на берегу Вопрос, почему так происходит? Ну, не знаю, может быть, это Потому что надводное пространство Земля и воздух являются Источником повышенной опасности Птицы, звери, всё оттуда приходит Ну, и человек в конце концов Вот, кстати, Олег В своей выцвевшей китармовке Практически сливается С общим фоном берега И в этом смысле Он очень удачно замаскирован И даже удочка, на которой он ловит Тоже, может сказать, является Предмет на маскировке Олег предпочитает снасти Которые традиционно Используются местными жителями Конечно, такая удочка Выглядит несколько архаично И, может быть, не слишком удобно Но зато её можно сделать Непосредственно на месте ловли Поплавок при таком способе Не используется Можно вообще обойтись Даже без грузила Единственное, что нужно иметь с собой Это кусочек лески и крючок Субтитры подогнал «Симон» Звук аккуратно падающей на водоприманки Провоцирует рыбу Поэтому стоит повторить забросы Два-три раза Но долго задерживаться на одном месте Не имеет смысла Голодная рыба, даже самая осторожная Не выдержит соблазна больше 3-4 минут И обязательно покажет себя Если нет, переходите на новое место Лёгким подёргиванием удилища Приманка удерживается на нужной глубине Чтобы не опоздать с подсечкой Леску нужно стараться Всё время держать натянутой Простота такой снасти Позволяет при желании даже ловить с двух рук Субтитры подогнал «Симон» Другой традиционный для здешних медспособ Это ловля на банку У такой снасти масса преимуществ Во-первых, она не занимает много места И ничего не весит Что при автономной жизни в тайге Дело немаловажное Нужно только понадёжнее закрепить конец лески Намотать метров 20 И привязать блесну Вот это вот весь наш северный спиннинг Капюшоне не мешает И не нуждается Даже в рюкзаке или кармане Банка – это фактически простейшая безнерационная катушка Во всяком случае, принцип сбрасывания лески тот же самый Можно использовать достаточно лёгкие приманки И ловить в сплошных зарослях Где с обычным спиннингом просто не развернёшься А что касается дальности заброса То для таких маленьких речек Её вполне хватает Да, я вот, глядя на Олега, подумал Что, наверное, когда подолгу живёшь в тайге Рыбалка оказывается не столько развлечением Сколько просто способом добыть себе пропитание Совершенно верно Причём именно хоризовая рыбалка Ведь маленькие речки и ручьи В тайге подпадаются достаточно часто И почти везде есть хориз Но надо сказать, что Олег вообще большой мастер Как по части добывания пищи Так и по части её приготовления Он и на этой рыбалке нам это продемонстрировал Рыба у нас оказалась вполне достаточно И мы решили перед обратной дорогой Немного передохнуть Посидеть у костра и устроить небольшую трапезу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В качестве тарелок Отлично послужат куски бересты Которые можно надрать с упавшей Но ещё более-менее свежей берёзой Найти такую берёзу в тайге Обычно несложно На первой, конечно, у нас был хариус Если у вас нет с собой сковородки Куска фольги И вообще ничего нет, кроме ножа И щепотки соли То можно запечь хариуса в углях Для этого рыбу нужно, не снимая чешуи Выпотрошить, посолить И просто закопать в угли Если углей нагорело достаточно То уже через 5-7 минут Можно её вынимать Удобно для этого пользоваться Срезанной тут же рогулькой ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Другой вариант приготовления хариуса В походных условиях Это хариус на рожне Опять же нечищенную Но выпотрошенную рыбу Следует распластать И насадить на специально остроганный Для этого прутик Рожон Причём так, чтобы конец прута Прошёл под самой кожей Нужно постараться сделать это аккуратно Чтобы не прорвать кожу Иначе рыба будет плохо держаться После этого прут В распяленном на нём хариусом Наклоны втыкаются в землю Над углями И не забудьте посолить Причём лучше до того Как рыба начнёт подрумяниваться Открытого огня лучше избегать И слишком сильный жар от углей Тоже нежелателен Нужно, чтобы появилась лёгкая корочка Но при этом не пересушить рыбу Время готовности от 5 до 8 минут Приготовленный костре хариус Чуть заметно отдаёт дымком И вкус имеет совершенно особенный Да, смотреть на это невозможно Игорь, а как ещё можно хариус приготовить? Ну, хариус очень нежная рыба И готовить его можно очень быстро То есть максимально в течение 8-10 минут обжарить После этого он становится настолько нежным Что можно одним длинным поцелуем Втянуть себя буквально Ну, косточки остались Да, конечно Можно посолить И он тоже пропитывается солью быстро И буквально через 4-6 часов уже готов Для употребления Ну, уж крайний вариант Это так называемая сугудайка Когда рыба мелкими кусочками режется И практически макается в соль И свежий тут же потребляется в пищу Сугудай Сугудай, русское слово А не опасно для здоровья-то? Ну, вообще, существует исследование на эту тему Московские митики на Енисей Проводили контроль на отлогу рыб И проверяли на наличие паразитов И как? И по результатам этих стриминга Выходит такая закономерность Чем быстрее течение чище вода Которая обитает рыба Тем и чище сама рыба То есть хариус, линок, таймень Относятся к чистым рыбам А сик? Ну, здесь, вот, кстати, сик Очень существенный вопрос Потому что ситуация с зараженностью Она от года к году Может сильно меняться И в регионе может быть одна А на следующий год совершенно другая С сегами очень показательно Потому что на АБИ, СИГИ, например Заражены очень неприятной болезнью Апистархозом Которая, человек тоже болеет И я слышал, что в Красноярском водохранилище Тоже уже с пистархозом не все в порядке Поэтому нужно заранее, в общем, узнать Какова ситуация там, куда вы приехали Лучше всего местных жителей спросить Все равно гарантии, все равно, в общем, нету И что, тогда с голоду умирать? Да нет, в итоге с голоду не умрешь, конечно Всегда можно добыть себя в пищу Ну, десерт даже можно, в общем, приготовить Да, кстати, у нас был чай с настоящим вареньем Варенье? Тащили с собой варенье, что ли? Нет, мы не тащили с собой варенье Просто пока кипятился чайник Олег сбегал на ближайший брусничник И принес немного брусники Которая, несмотря на осеннее время Еще не вся осыпалась Ну, тут уж без сахара, конечно, не обойтись Вот на костре, в таком вот самодельном котелке Это варенье и варилось Преимущество такого котелка в том, что он очень легкий И, кстати, можно было бы использовать и ту самую банку, на которую Олег ловил хариусов Буквально пять минут и варенье готово Горячий брусничник Чай, костер, река Снег временами пробрасывает Да еще и варенье Какая вкусная, замечательная история Большое спасибо вам за то, что вы нам ее показали, рассказали Я лопаюсь от зависти Уважаемые зрители, к сожалению, время нашего передачи подходит к концу Но мы с вами, как всегда, не прощаемся Читайте наш журнал, слушайте наши радиопрограммы И смотрите следующие телепередачи Заседания клуба «Диалоги о рыбалке» продолжаются Здравствуйте, уважаемые телезрители На канале РТР заседание клуба «Диалоги о рыбалке» Пути рыболовов неисповедимы И вот сегодня мы после берегов Атлантики Вновь оказываемся в Красноярском крае Безусловно, вы все помните, как мы там ловили Налима и Хариусов Но в Сибири есть рыба Поймать которую мечта чуть ли не каждого рыболова Это таймень И вот сегодня мы вам расскажем о том Как мы попытались тоже осуществить эту мечту Чтобы попасть на тайменью рыбалку Теперь приходится забираться в самые глухие и труднодоступные места К сожалению, все больше становится рек и озер В которых еще совсем недавно таймени было очень много А сегодня о нем знают только по рассказам старожилов И все-таки в Сибири Таймень все еще встречается в бассейнах почти всех крупных рек От Аби на западе и до Индигирки на востоке Обитает он и в Амуре, и во многих его притоках Так что Сибирь и в частности бассейн Енисея Самые богатые тайменья места Вот туда, в Средне-Енисейскую тайгу И отправилась наша экспедиция минувшей осенью После перелета из Москвы в Красноярск Нашим теле рыболовам пришлось около двух суток Плыть по Енисею на теплоходе до устья под каменной Тунгуски И затем еще больше часа лететь на вертолете До одной из небольших речек Впадающих в крупный правый приток Енисея Бахту Путь на лодках до Бахты и по Бахте до Енисея Занял ровно месяц Много разной рыбы было поймано за это время О чем мы рассказывали и еще будем рассказывать В наших передачах Но, конечно, самой желанной добычей Оставался таймень Ну вот сегодня мы как раз и поговорим об этой рыбалке Вместе с непосредственным участником событий Ихтеологом Алексеем Цесарским Вообще, должен сказать, что ихтеологи Народ ученый, но достаточно скучный И к рыбалке не очень охочий и азартный И вот уникальность именно вот этого человека И заключается в том, что он как-то умудряется Вместе с глубокими познаниями Сочетать в себе эти два качества Рыболовство и ихтеологию За ихтеологов обидно Я хочу за них заступаться Это будет отдельная передача у нас, хорошо Но это совсем не значит, что место рыбака Сегодня у нас в студии будет пустовать Ну, давайте обо всем по порядку Леш, ну, прежде всего я хотел бы у тебя спросить По поводу ареала обитания Сибирского тайменья Здесь что, только один вид присутствует Или еще какие-то? В Сибири один единственный вид на всей этой огромной территории Но вообще известные ихтеологи различают 4 вида тайменей И 3 из них живут за пределами Сибири Хотя надо сказать, что и сибирский таймень встречается в Европе В бассейнах рек Печора и Камы Но главный европейский вид обитает в бассейне Дуная Это дунайский таймень Кроме того, имеется самостоятельный вид тайменья на Сахалине И еще один близкий к Сахалинскому в Корее Для нагула Сахалинский и Корейский таймени выходят из рек в море Этим они резко отличаются от сибирского и дунайского Которые живут исключительно в пресных водах Мы попали как раз в те сохранившиеся еще слава богу места Где следов пребывания человека пока нет Или они почти незаметны Людей там практически не бывает Если не считать охотников-промысловиков Которые забрасываются на свои участки в тайгу На короткие в несколько месяцев Период зимней охоты на особоле В реках здесь все еще много рыбы Очень много щуки Причем попадаются, если не рекордные То во всяком случае вполне привлекательные экземпляры Есть и крупные ясь И совершенно невероятные по размерам и норову окунь Конечно хариус Который ловится почти повсеместно И ленок Правда ленка приходится поискать На плесах по осени ловятся и сеги Которые как раз в это время Совершают свою неспешную миграцию Вниз по течению к местам зимовки Есть тут и таймени С весны и до осени Таймень встречается по всему течению реки От устья и почти до самого верховья Причем это касается и самых крупных рыб Нередко, особенно в первой половине лета В верхнем течении Там где река еще совсем небольшая Настолько, что ее можно местами перейти вброд Можно увидеть где-нибудь в яме под перекатом А то и на мелководье Просто огромного тайменя А вот такого гиганта удалось поймать Несколько лет назад Совсем неподалеку от тех мест В которых вы побывали Московским рыболовом Борису Дмитриеву И Николаю Комарову Но нам в этом смысле все не везло Настоящий большой таймень нам никак не попадался Но надо сказать, что и небольшие-то Мишата обычно оказываются очень серьезными противниками Леш, а как все-таки определить места, где стоит мелкий таймень, где крупный? Часто действительно заранее можно сказать В частности, если попался на блесну маленький То, скорее всего, великана Большого очень таймень поблизости нету Потому что раз маленький схватил блесну Значит, он особенно ничего не опасался Хотя бывает масса исключений Вообще таймень рыба, которая часто себя ведет Очень загадочно и непредсказуемо Непонятно Но, тем не менее, некоторые правила есть Вот вблизи перекатов В вершине главного слива перекатов Обычно стоят самые крупные таймень Вообще, у главной струи, там, где самое сильное течение Больше всего шанс найти большого таймень А в чем выгода для таймень вот этой сильной струи? Понятно, что он подстерегает добычу И там больше шансов ее поймать А еще в чем? Да, это тоже Но есть еще другая сторона дела Дело в том, что на сильном течении Возникает турбулентное завихрение потока воды Что такое турбулентное? Турбулентный поток Да, кстати, да, поясни Различает ламинарный поток и турбулентный Вот, для примера, возьмем глубокий плес Со спокойным течением Там вода движется как бы единым пластом Во всех точках этого пласта Скорость воды примерно одинаковая Это вот какой поток? Это ламинарный Это ламинарный А в турбулентном потоке Скорость в разных точках разная И по величине, и по направлению Там возникают завихрения, вихри Зоны разрежения Зоны разрежения, да Именно это наблюдается в сливах порогов и перекатов Где отдельные струи ударяются друг от друга Перемешиваются И вода закручивается вокруг камней В турбулентном потоке рыбе труднее двигаться И главное маневрировать Это все равно, что для нас бежать не по ровной дороге А по беспорядочному нагромождению камней И ключевой момент здесь в том Что чем меньше по размерам рыба Тем больше затруднений она испытывает Попав в зону турбулентности Поэтому хищники, поскольку они крупнее своих жертв Всегда в таких условиях получают преимущество И чем крупнее хищник И чем сильнее течение в сливе И выше его турбулентность Тем больше у него преимущество А интересно, ведь если турбулентность потока Влияет на движение рыбы То она должна оказывать влияние И естественно на движение блесны Да, совершенно верно И по моему мнению На сильной струе в сливах порогов Вращающиеся блесны просто перестают работать В ламинарном потоке вращающаяся блесна Движется равномерно И колебания воды распространяются На значительное расстояние Привлекая рыбу издалека А вот если уровень турбулентности Достаточно высок То работа блесны нарушается Беспорядочные пульсации скорости течения Заставляют и блесну двигаться беспорядочно Колебания воды слабее И к тому же быстро гасится За счет все той же турбулентности Леш, так что же получается Что на сильной струе на порогах Вращалка по характеру своих движений Приближается к колебалке Да, причем к плохой колебалке Плохой Так что лучше на порогах Не пользоваться вращалкой? Мне кажется, что лучше не пользоваться Правда, конечно, это все сухая теория Ну, давайте спросим у практика Дорогие зрители Я, как вам и обещал Что святое место, место рыболова У нас сегодня пустовать не будет И вот это место занимает сегодня Томас Бачарешвили Замечательный рыболов И самое интересное То, что он предпочитает Всем другим рыбам Отряд лососевых И в том числе, естественно Нашего героя Тайменя Томас, ну рассуди нас Как тебе, Лешина, теория? Теория весьма спорная В таких условиях Я предпочитаю ловить на воблер Ну, к примеру, могу показать Нарисовать на чем-то Итог Ну, это еще лучше Не будет видно, по крайней мере Допустим, если представить Ну, скажем так, поток В какой-то определенной форме Там стрелки показывают Направление Да, воды и так далее Скажем так, если это основной поток Где-нибудь на краю потока Всегда будет Подносительно медленное течение Может быть обратное течение Вообще стоячая вода Допустим, эта зона находится Где-то здесь Значит, если рыболов стоит Вот В этом месте Возьмем другой цвет Значит, бросок воблера следует вот сюда Берется исключительно Плавающий воблер Так как если он тонет Соответственно, он ушел Поток его прихватил И толк от него такой же, как и от блесной славы Далее Надо использовать вот эти потоки Так, что происходит? То есть рыболов Отпускает леску таким образом Чтобы образовалась бепетля То есть надо сравнивать с катушкой леску? Поток воды ее вытягивает Ну, допустим, возникла такая петля Можно ее сделать покороче, например Можно сделать пошире Но особенно большой ее не надо делать По простой причине, что Тогда управляемость воблера теряется Ну, примерно сколько? Вы не теряете ощущение Ну, не более 30 метров Это максимум Далее прихватываем Значит, начинаем движение воблера Вращаем катушкой Воблер пошел Значит, леска в зависимости от какого диаметра Начинает петлю срезать То есть новая петля после проводки Она реально может быть вот, скажем, вот такой Что получается у нас? Значит, если мы блесну бросили Она в этом месте упала Пошла ко дну То же самое Вода будет оттягивать И, соответственно, потащит блесну тоже И реальная площадь облова будет значительно меньше Чем, скажем, вот эта площадь Которая была при воблере Притом, регулируя петлю Можно сделать ее вот такую Можно сделать еще больше Еще меньше То есть здесь у рыбака Есть возможность пофантазировать И охватить большую площадь Если воблер правильно вести Таймень не удержится И что, вот на такие огромные воблеры? Ну, конечно, большие воблеры Ну, зачем нужно ловить этого мелкого тайменья В общем-то, непонятно Всегда нужно гоняться за экземпляры Тем более, если залезть в такой турбулентный поток А еще они сделаны, Томас? Это воблеры Вот этот воблер изготовлен из-за дома Это очень плотная порода Очень прочная порода дерева А это бальцевый воблер Это тоже дерево Ну, этот воблер Чем они отличаются, кроме своих размеров и формы То, что размер, геометрия его Определяет, как он играет То есть, этот вот играет более вяло А такой воблер играет более энергично То есть, при пассивной рыбе Почтение дается воблеру, который играет более энергично А при активной рыбе Можно использовать практически любой воблер Ну, ты вот на эти воблеры Какого вы там имеете? Ну, самый большой В моем разряде всего 25 килограмм Дорогие зрители Наша передача «Диалоги о рыбалке» Является информационным спонсором Выставки «Охота и рыболовство на Руси» Которая проводится этой зимой С 15 по 19 февраля Во Всероссийском выставочном центре Павильон номер 69 Приходите Вам будет интересно Но все-таки, если вернуться к работе Вращающихся блесен То наши-то и мешата Брали на них не в сильных сливах И не на быстром течении А все-таки на более глубоких и спокойных То есть более ламинарных участках Таймень необыкновенно динамичная и сильная рыба Но оказывается, при вываживании Он эти свои качества проявляет далеко не всегда Даже небольшие 5-7 килограммовые таймешата Традиционно известные как самые яростные и упорные противники Часто обходятся и без резких бросков И без знаменитых свечек Но даже и в таких случаях Вываживание тайменья требует от рыболова Хладнокровия и особого умения чувствовать состояние рыбы Редактор субтитров А.Семкин Расставаться с тайменем легко Его не жалко отпускать на волю И всегда пойманный таймень даже совсем небольшой Это событие в жизни рыболова Событие, которое нужно пережить и осмыслить Скажи, а вы всех пойманных тайменья отпускали? Да, причем я должен сказать, что этот принцип поймал-отпусти Который я вообще говоря не вполне одобряю Случай с тайменем не вызывает у меня никакого внутреннего протеста Интерес, почему? Ну не знаю, трудно объяснить Как-то к пойманному тайменю Когда его вытащил и держишь наконец в руках Возникает какое-то совершенно особенное отношение Потом он настолько красив Особенно на фоне всей этой осенней тайги Просто рука не поднимается Взять его и съесть Тем более, что мы отнюдь не голодали В эту пору, когда тайга раскрашивается осенними красками И вода в заводях покрывается опавшей листвой Тайменя начинает потихоньку скатываться вниз по течению Задерживаясь в привлекательных для них местах У порогов и перекатов, в ямах и на глубоких плесках Мы на своих надувных лодках В общем делали примерно то же самое И тоже старались задержаться там Где по нашему разумению Встречались подходящие для тайменя места Но нам по-прежнему не везло Если и удавалось найти тайменя То каждый раз это оказывалось не таймень, а тайменьшонок Леш, так что же получается, что таймень совершает миграции? Да, позднюю осенью он скатывается к местам зимовки Некоторые экземпляры остаются Но наиболее крупные уходят в нижние течения Но я там зимой не бывал Из-подо льда никогда не ловил Хотя я знаю, что, например, на Сахалине Подожди, вот на Сахалине А у нас есть возможность посмотреть видеоматериал Вылавливание из-подо льда тайменя Именно в тех же самых местах, где вы были Герой этого сюжета, не таймень, естественно А Рыболов, сегодня у нас в гостях Это член Союза писателей России Лауреат премии журнала «Наш современник» Михаил Тарковский Его повести и рассказы напечатаны во многих толстых журналах Таких как «Москва», «Юность», «Новый мир» и других И вот я хотел бы спросить у Михаила Поскольку он живет на Енисеи, пишет, охотится, рыбачит О том, как он там оказался Мы, кстати, у Михаила в доме как раз останавливались, когда приехали в деревню Бахту Правда, он сам отсутствовал, был на рыбалке на другой речке Ну, я просто хотел с самого детства, можно сказать, работать охотником В Сибири, вот А то есть вы работаете охотником? Да, я работаю охотником И мой охотничий участок как раз находится на той речке По которой сплавлялись в этом году ваши ребята Вот по поводу этого коротенького сюжета, который мы видели, очень интересно А какие-то подробности? На что взял? Какая леска была? Просверлили мы несколько лунок В одной, значит, сразу оторвал кто-то лесну, таймень, судя по всему, большой Во второй попалась щука, мы взяли из нее кусок мяса, насадили ее на тройник Тройник, подгруженный тозовочной пулькой Кусок лески метра три, наверное Ну и все, подъезжаем, там сидит кто-то Слышно, как скрипит леска по зубам Ну, лед метр, наверное, страшно упустить-то Его заклинило, я тяну, а он, значит, головой-то Долбится, обрет И не пролезает в лунку Ну тут мы хотим поймать его, нам обидно будет Что будем рассказывать по рации охотникам, что упустили такого бойца Вот, ну и один говорит, давай, значит, будем обсверливать вокруг Другой говорит, побежали в избушку за топором, чем-то придумывать Пишни нету, ну, в общем, пока решали Я его потихонечку так все время держу вроде как И, в общем, он постепенно, постепенно, постепенно вылез в результате Сам в лунку? Ну, я его как-то подвел определенным образом А дальше он пошел, вот, как такая торпеда Пролезка Как мошка Своей головой Да, 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 да Понятно Что ж получается такое, что, Леш, что таймень, как налим, всеяден? Да, но он не брезгует ничем съестным И хватает, в общем, видимо, все Но вообще он ярко выраженный хищник Причем тайменю по зубам не только рыба, но и практически любая оказавшаяся в воде живность Он способен схватить и проглотить таких наземных животных, как пищухи, которые часто селятся по берегам рек, или брондуки Но чаще всего его добычей оказываются грызуны, мыши и полевки На этой особенности, я знаю, основаны знаменитые ловли таймени на искусственную мышь Да, но надо сказать, что, собираясь в эту поездку, мы не планировали ловить на мышь Хотя бы из-за того, что ловля эта в основном ночная А снимать ночью по чисто техническим причинам у вас, очевидно, не было возможности Да, но когда мы добрались до Черных ворот, так называется, одно из самых красивых мест на Бахте, где река провязает высокие темные скалы Мы поняли, что здесь, ниже ворот, в огромной и очень глубокой, с сильным обратным течением яме Просто не может не жить самый большой на всей реке Таймень И мы не смогли удержаться и решили все-таки попробовать соблазнить его искусственной мышью Ну пусть не ночью, но хотя бы в сумерках У нас, среди наших припасов, нашлась и мышь Правда, не самого лучшего качества Она быстро намокала и при проводке погружалась слишком глубоко Если мышь слишком легкая, то для хорошего заброса можно захлестнуть залезку простой петлей подходящего размера камушек В такой комбинации любую мышь можно забросить достаточно далеко А камень при приводнении выскальзывает из петли и освобождает приманку Вести приманку нужно очень медленно При этом она движется по поверхности, распуская в сторону усы Чем отчетливее эти водные усы, тем лучше Ну я вижу, что ваша мышка в этом смысле работала не лучшим образом Ну да, но все же раз за разом уже насквозь промокшая она отправлялась в воду Но Таймень все не показывался И вдруг, когда мы уже совсем отчаялись Он все-таки поднялся из глубин своей ямы и пустил круги около нашей приманки Все мы на берегу буквально замерли, но больше он так и не появился Ну, как говорится, и поглядка прибыль ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Должен сказать, Таймень это рыба, которая оказывает на рыболову очень сильное психическое воздействие. Когда рыболов осознает, что на другом конце лески сидит таймень, в голове его что-то смещается. Он вступает в борьбу с рыбой и, часто действуя при этом достаточно успешно, не вполне осознает происходящее. Хотя на первый взгляд может показаться, что с ним ничего особенного не произошло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Со стороны ничего не заметно. Движения четкие, хорошая реакция, даже мимика вполне нормальная. Но это одна видимость. На самом деле в этот момент рыболов способен вести себя совершенно непостижимым образом. Например, схватить подвернувшийся под руку сачок для хариуса и попытаться надеть его тайменю на голову. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, конечно, ушел. Объяснение всему этому только одно. Таймень есть таймень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я слышал от оленегонов, что в 1962 году в Ивенкии охотники якуты застрелили биля длиннее двух метров и тяжелее центнера. Он переползал по мелкой протоке из озера в реку. Петр Сигунов. Биль, я так понимаю, это якутское название тайменья. Есть русская красуля. Это, ну, такое оно старое достаточно название. У Ивенков таймень называется Дели. Есть речки Делина, Дельтула, тайменья река, куда нужно попадать. Но вообще таймень достигает действительно огромных размеров. Самый крупный лосось. Известно, например, что в Лене был пойман таймень в 1943 году. Весом 105 килограмм и длиной 2 метра 10 сантиметров. Ничего себе. Ну, достаточно надежные сведения. Надежные сведения. Ну, вот от вас таких сведений не поступило, к сожалению, в этой экспедиции. Таймень такая рыба. Таймень крупного-то не поймали. Ну, дорогие зрители, у нас есть видеоматериал, в котором вы сейчас можете увидеть, как ловят тайменья настоящие таймешатники. И я хочу специально отметить, что эти таймени, которых вы видите на экране, как и те, что остались за кадром, все без исключения были отпущены рыболовами обратно в реку. Редактор субтитров А.Семкин Ну, что ж, дорогие друзья, сегодняшнее наше путешествие подошло к концу, но мы, как всегда, с вами не прощаемся. Читайте наш журнал, слушайте наши радиопрограммы. Заседания клуба «Диалоги о рыбалке» продолжаются. Все любят путешествовать. Во всяком случае, большинство из нас, причем некоторые, предпочитают забраться подальше, чтобы не было никого рядом, кроме как проверенной компанией единомышленников. И сейчас, в первые весенние дни, так хочется дождаться этого момента, когда стихнет звук винтов улетающего вертолета, и вы окажетесь на берегу быстрой таежной речки, в красивом тихом месте. А впереди, как минимум, две недели сплава по незнакомому маршруту. Приключения, костры, палатки. Короче, все то, что зовется полевой романтикой. Наверное, мало найдется в странах, где, так же как в России, развит дикий настоящий туризм. Да еще такой, когда цель путешествия не спортивные результаты, а нечто совсем иное. Желание хоть раз в году пожить настоящей жизнью. Но, безусловно, конкретная цель быть должна. Без этого ничего не получится. Например, рыбалка. Нужно сказать, что сплавная рыбалка или рыболовный сплав – это наше отечественное изобретение. В мире нигде больше не встречается. Ну, а когда речь идет не о простой рыбной ловле по принципу, что попадется, а о специальной экспедиции, посвященной охоте за сибирским тайменем, это уже нечто особенное. И мешатники – люди непростые. По мелочам не размениваются, считают, что лучше тайменя рыбы нет. И если уж ловить, то рекордный трофейный экземпляр – килограмм эдак на 40-50, если получится. Поклонников такого вида отдыха у нас достаточно много. И вот, чтобы разобраться в причинах этого явления, понять, почему людям до сих пор нравится такого рода путешествия, мы и пригласили сегодня в студию людей, имеющих опыт в этом деле. Это Александр Владимирович Курченко, человек, за плечами которого ни одна река пройдена с плавом, ни одна серьезная рыба, в том числе и таймень. И Игорь Вячеславович Травинский, который всем хорошо уже известен, я имею в виду наших зрителей, по предыдущим программам. И вот к вам вопрос. В чем же все-таки изюминка вот этого рода путешествий, вот передвижение рыбалки с плавом в серьезных условиях? Ну, скорее всего, все-таки, кажется, ответ нужно здесь искать в современном образе жизни. Атвистические эти чувства, они начинают обостряться, когда подаешь в тайгу, и первый раз выйдешь в реку нетронутую, рыбу, которая непуганная там водится, птиц, зверей, и после этого начинаешь болеть этим делом. А сплавной именно, вот такой туризм, или сплавная рыбалка, наиболее быстро попадать позволяет в этот мир мгновенно. Только вертолет улетел, и ты уже все на месте, как бы в совершенно другом мире. Наверное, это одна из самых главных причин, для чего тот, да, хочет вернуться. Айсер Алаимович. Ну, я бы хотел обратиться к истории этого вопроса очень кратко. Конец 60-х, начало 70-х годов, было все очень просто, альтернативы не было. Не было турфирм, и в основном студенты, у которых финансовые возможности были очень маленькие, и организовывали эти походы сплавные. А поскольку и с продуктами было тяжело, то все водные турики ловили рыбу как на пропитание. И из них постепенно самые, так сказать, азартные рыболовы становились уже почти профессиональные. Создалась эта плеяда. Да, 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 да. И сегодня-то появились и турфирмы, тебя могут доставить и так далее, но все равно многие ездят, организуют экспедиции в походы, хотя жизнь у них в городах комфортно проходит. Тем не менее ездят. Да, это идеальная психотерапия. Я понял. Александр Ильич, ну вот, что касается вашей прошлогодней поездки по Хабаровскому краю, что вы можете сказать? В 99-м году был в интернет кинут лозунг, давайте новое тысячелетие с третьим тайменем 2000. Со всей страны откликнулись самые опытные водные походники, рыболовы, и встретились в Москве на выставке и договорились. Эта вся команда собралась по интернету? По интернету, да. Никто не мог поверить, что это состоялось. И тем не менее состоялось? Состоялось. Экспедиция 2000 года в Ивенкию оказалась удачной. И хотя рекордных экземпляров больше 30 килограмм поймать не удалось, крупной рыбы, порядка 20 и более килограммов, было предостаточно. В этом телезрители могут убедиться сами. Водушевленные результатами этого путешествия рыболовы решили на следующий год отправиться за тайменем на север Хабаровского края. Игорь, а если говорить, если сравнивать вот те места, в которых Александр Андреевич был, и места, которые мы показывали уже нашим зрителям, это Бахта и так далее. Ну да, это один регион, центрально-сибирский, и вот север Хабаровского края, конечно, это довольно резко отличающиеся места по своим геморфологическим, в первую очередь, свойствам. Что если центральная Сибирь – это довольно плоская равнина, с высотами там не превышающими 800 метров, и причем это довольно сглаженный рельеф, то там это рельеф уже более гористый, широко выработанные долины и реки совершенно другие. То есть наши вот центрально-сибирские речки, они, ну не знаю, мне кажутся более такими уютными, лес вплотную подступает, а там это, в верхней части, это галька, там практически нет никаких наносов, довольно мелкая, и скальные породы где-то в среднем течении только начинаются, и, наверное, не очень характерны для всего течения реки. Ну, добавлю, что если, скажем, в Ивенки, основное русло рельефа, оно четко обозначено, ну, паводок, дожди, там, весна, осень, то там русло меняется и летом. И поэтому были случаи, когда нам приходилось пилить бревна, то есть река расходится, очень много снесенного леса лежит, то есть принципиальное отличие. Но самое главное отличие, Ивенки, вертолет улетел, это самая малонаселенная часть планеты Земля. Ни Сахара, ни Латинская Америка джунгли, а Ивенкия. И мы одни там, на Дальнем Востоке. По этому маршруту перед нами прошло шесть групп. Север Хабаровского края – одно из самых красивых и экзотических мест Таежной зоны. Реки здесь лежат в широких горных долинах, течение их более стремительно, чем в Центральной Сибири. Растительность в воде и на заливных каменистых косах практически отсутствует. Поскольку породы, выстилающие дно рек, в основном плотные, горные, то глубоких речных русел здесь почти нет. И водный поток как бы петляет от одного края долины к другому. По этой же причине и завалов много. Если сравнить особенности животного мира Хабаровского края и Центральной Сибири, следует отметить, что природа Дальнего Востока богаче и разнообразнее. Больше видов животных, растений и рыб в том числе. Когда группа Александра Курченко сплавлялась в августе этого года в этих местах, в разгаре был нерест киты. Эти лососи проделали солидный путь от побережья Тихого океана до нерестилищ в небольших таежных речках и ручьях. Здесь на мелком галечнике рыбы мечут икру и бдительно охраняют ее. Практически все отнерестившиеся особи гибнут после нереста. Поэтому по берегам много медведей, бродящих в поисках погибшей киты. Климат на Дальнем Востоке значительно мягче, чем в тех же широтах где-нибудь на Енисеи. Даже в сентябре еще тепло по летнему. Хотя по утрам нередки заморозки, ини или туман в это время обычные явления. Большое количество рыболовных экспедиций, ежегодно проводящихся в этом регионе, лишний раз подтверждает, что Дальний Восток не менее популярен, чем в Центральной Сибири. Ну вот скажите, как вы сплавляли все-таки там по этим рекам? На чем? На катамаранах, на, может быть, на каких-то других еще средств, на лодках. И если можно сравнить и достоинства, или недостатки той или другой. С точки зрения рыбалки. Ну, конечно, раз рыболовный сплав, то, в общем-то, там резко отличается от спортивного слова. Потому что, во-первых, маршрут, конечно, выбирается не совсем такой экстремальный. Все-таки нужно больше времени посвящать рыбалке, а пороги это уже сопутствующие условия. Поэтому судно должно быть надежным, просторным, чтобы скарб многочисленный развести. Потому что это обычно не недельное, а то и двухнедельное мероприятие. Грузоподъемность-то не меньше, там, около тонны, не меньше. И главное, чтобы не мешать друг другу ловить рыбу. Поэтому на каком-нибудь катамаране удобно, может быть, в смысле его переноски, маневренности. Но вот комфортабельно разместиться, я считаю, на большой какой-то лодке. Хотя, конечно, такой спорный наверняка. Идеальный вариант с точки зрения экспедиции за таймениями, а это у нас основная цель, тем более за трофейными таймениями, это катамаран. Везем мы с собой только гондолы и усиление какое-то на гондолы. И все. Веревки там и так далее. Каркас рубится из подручных материалов всегда на месте. И именно катамаран дает возможность забраться туда, куда не долетают на своих собственных вертолетах генералы Газпромов, нефтепромов всяких и так далее. И катамаран нам возможность дает с опытом походной жизни забираться в такие места, где и вертолет с дополнительным баком не долетит. Простите, пожалуйста, я вас перебью секундочку. У нас есть материал, прежде чем мы перейдем к разговору о снастях и чем вы ловили и кого ловили, у нас есть материал, который покажет нашим телезрителям, как вы ловили рыбу виртуально. Это было совсем недавно на выставке охоты рыболовства на Руси. Давайте посмотрим. На выставке было много чего интересного. И об этом мы еще расскажем в следующих программах. Причем наряду с традиционными классическими вещами встречались и удивительные конструкции. А можно ловить рыбу и не на озере, и не на море, и в океане. Они совсем недалеко от дома. Вот так. Александра Курченко мы нашли около аттракциона, где можно было помериться силой с телевизионной рыбой, используя настоящий спиннинг. Как истинный «ты мешатник» он отдавал этому занятию все силы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это уже не виртуальный бас, а настоящий таймер. Та самая рыба, на которую охотится Александр больше 30 лет на реках Сибири. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, это не рекорд. Но любая рыба, а тем более таймень, вне зависимости от размеров, достойна уважения. И относиться к ней надо бережно. Пусть растет большой. Вот тогда и поборемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если есть все-таки разные мнения, чем сплавляться, да, на лодках катамарана и катаве, то на вопрос о том, чем ловить и какую рыбу, можно, очевидно, ответить однозначно. В данном случае это спиннингом и тайменья. Я так понимаю. Цель нашей группы, мы, во-первых, у нас не стоит вопрос, мы его всего отпускаем. Мы любим этого тайменья, мы его не ловим, мы на него охотимся. И лозунг нашей группы, это все-таки трофейные тайменья. Ну, если повадки тайменья в разных местах, в общем, одни и те же, то снасти и способы его ловли, я думаю, что разные. И вот давайте как раз об этом поговорим. О снастях, о приманках, о том, как ловить тайменья. Игорь, вот расскажи о югославах, о том, что ты знаешь, и их истории, которые они тебе рассказывают там в Сибири. Ну, они считаются тоже профессиональными-то и мешатниками, поскольку у них речь Кадрина уже испокон веков этим тайменьем, уже по крайней мере в течение 15 лет, заселена плотно. Таймень там большой, больше 30 килограмм. И они с Настей привезли сюда тоже очень серьезно и никак не ожидали, что увидят совсем другую картину. Ну, во-первых, они используют, известно, что профессиональных удилищ для ловли тайменья не существует, поэтому используют. В основном они на базе карповых мочевых удилищ фирмы Спортекс, выпускают очень сильные, мощные удилища. Вот они берут бланки, потом специально в другом салютном месте есть люди, которые прекрасно ставят кольца, устанавливают кольца, чтобы заброс был максимально дальним. И вот с этими длинными, больше там 3,20 палками, они, собственно говоря, в основном на тайменье ходят. А приманки, поскольку у них самые распространенные ловли на воблер на тайменье, поэтому они в первую очередь пытались ловить на воблеры в самых верховьях, но там была... На Оглидаклинг. На Оглидаклинг то же самое, но там сразу была такая картина, которая вот как раз резко отличила реки Центральной Сибири от рек Хабаровского края, потому что у нас все дно условно водорослями, и они колеблятся в воде, и воблер даже чуть-чуть, один раз коснувшись, их тут же забивается травой, и не может дальше нормально играть. И поэтому для этого был сначала удар на глубинах вот в 40 сантиметров, эти воблеры были бесполезны. Потом, когда уже начались хорошие плюсы, и воблер можно было нормально использовать, то все перешли, как все нормальные люди, ловить в жилобулерами спокойно. А так пришлось им ловить на стандартный набор, это Блюфокс, шестой номер, чтобы мелочь не забивала, потому что Хариуса и Сига такое количество, что крупного таймени поймать проблематично из-за того, что просто каждая проводка это поклёп какой-то другой рыбы. Вот, пожалуй, все особенности, какие там можно сказать. Я смотрю, Александр Владимирович подготовился серьёзно к разговору о приманках. Александр Владимирович, вам слово. Ну, принципиально колебалки, вращалки. Значит, в последнее время самая популярная блесна, известная всем, Блюфокс, шестой номер. Но, какое но? Значит, если её перекусить, демонтировать, то там просто суставчик. Туда можно вставить не свинцовый, медный, латунный шарик. Звук сохраняется по гремушке, но блесна становится в полтора, в два раза тяжелее, и тогда ты достаёшь таймени на боли дали. То есть у стандартной шестёрки есть ограничения по забросу. Здесь ты выигрываешь, но можно сделать и так. Блюфокс, вообще снимается колокольчик, ставится сюда свинец. Вот он, шторлинг. Большой, тяжёлый, далеко бросается. Им можно сделать проводку и против течения, в отличие от вертушки. Вот берём колебалку, через неё пропускаем поводковый металлический тросик в пластмассовой облётке, но не крепим колечком здесь. Не крепится крючок, он крепится прямо на тросике. И когда таймень крупный хватает, то, я продемонстрирую, нет этого рычага. Проскальзывает тросик. И он как бы у тебя на прямом шнуре болтается. Уже он не может использовать рычаг. Да. И вот о колебалках ещё я покажу вот что. Тот же самый принцип колебалки на тросике, чтобы не дать сорваться. Можно на тросике монтировать и две вращалки. Вот здесь стоит блюфос с погремушкой, а сзади тяжёлый грузик. И вот он уже никогда, ему нет точки опоры, чтобы сорваться. Единственное, что здесь я ставлю второй номер оунер, толстые троедники. Наверное, ловить такими блёснами удобнее, чем заводскими. Автору конструкции виднее. Но, на наш взгляд, традиционные вертушки типа блюфокс прекрасно зарекомендовали себя на сибирских реках. Но к приманкам, на которые будет ловиться только таймень, они не относятся. Практически любая рыба, щука, сик, хариус интересуются ими. В дальневосточной экспедиции на них чаще попадался ленок, чем таймень. Интересно, что практически при полном отсутствии щуки и хариуса, ленка много и встречаются две формы. Короткорылая и длиннорылая. Точно такая же, как в Ивенкии и Красноярском крае. Более избирательной приманкой по тайменью является чисто сибирское изобретение – мышь. Конечно, небольших мышей и ленок хватает, но солидную зверюгу, вроде этого изделия по имени Чучундра, заглотить может только серьёзный таймень. На мышь и воблер чаще всего ловят крупную рыбу. Воблер – это, скажем так, не универсальная приманка. Не вдаюсь в академические вопросы, в сборы и так далее. Высказываю своё субъективное мнение. Глубина, скажем, до двух метров. Вечерком вы встали, а таймеша выйдет вечером за хариусом, то вот тут палаточки стоят, уже там булькают, всё готовится, берёшь спиннинг – спокойное течение. И берёшь воблер высокий. Смысл в чём? Более на спокойной воде колебания широкого тела дают, очевидно, больше волну. И второй принципиально другой вариант – прогонистое тело. Когда более бурный поток, или, например, ты стоишь, у тебя один поток, потом спокойная вода, второй, на переходах, чтобы он не заваливался, переходы на струях, то лучше прогонистые. Лопаточка – это зависит от погружения. То есть берёшь прогонистый. Но обратите внимание, что не мелкие воблеры. В этом году мы познакомились с хабаровскими таймешатниками. Они ловят на самодельные воблеры длиной 36 сантиметров, плавающий, весом 150 грамм. Ничего себе. Весь мелкий узенький заливчик, глубина которого не превышала 50 сантиметров, был доверху заполнен тайменьями. Я насчитал 319 штук и сбился. Пётр Сигунов. Ах, как бы хотелось увидеть такую картину собственными глазами. Место, описываемое в книге геолога Сигунова, экспедиция диалогов посетила в прошлом году. Но, конечно, ни о каких тайменьях-стадах речь теперь уже не идёт. Ловится на этой реке в основном щука. Этот вид быстро занял место тайменя на опустошённых теми же геологами реках и с неохотой отдаёт завоёванные позиции. В поисках тайменя наша группа побывала на реках Красноярского края и Венкии, и Дальнего Востока. Конечно, таймень ещё сохранился в некоторых отдалённых районах Сибири. Местами численность его растёт, но крупные экземпляры попадаются очень редко. И в основном ловятся особи не более 5-8 килограммов. Такие разительные перемены в численности тайменя. Вот чем они вызваны? Если говорить вообще о длительном периоде времени, 40-50 лет, то тут прослеживаются достаточно характерные картины. С активным освоением Сибири геология начала там такую идею космического масштаба. Буквально не было речки среднего размера, где обставила какая-нибудь геологическая подбаза, где что-нибудь искали, добывали, разведывали. Соответственно, вся тайга была заселена, отказался. Только что там никого нет. На самом деле, круглый год там находился народ. И вывезти из небольшой речки тайменя при помощи самого примитивного спиннинга, в общем, труда не представляет. Людей, которые постоянно там находятся, каждый день целенаправленно добывают. Тайменя его можно всего выхлестить. И, скорее всего, так и случилось. То есть, где-то к 80-м годам большая часть центрально-сибирских речек была опустошена очень сильно. Таймень долго растёт, медленно набирает вес. И беда действительно в том, что те, у кого есть возможность использовать вертолёты, солят его бочками на сегодняшний день, достреливают из карабинов. Лёд распался, таймень не арестует. На вертолёт несколько сеток поставил, в первую сетку залетело 20 мамс и трой. Вот эта причина тоже серьёзная, на самом деле. Пока существует таймень, есть и таймешатники. Снова и снова будут ждать они очередного августа или сентября. Нового путешествия на заветную таёжную речку, где ещё никто не бывал. И будут искать свою рыбу. Самую красивую, самую сильную, самую большую. А вместо эпилога в конце студийных съёмок Александр Курченко выложил перед нами весь свой арсенал. И никто не смог удержаться от соблазна потрогать, повертеть в руках многочисленные катушки, удилища, лески и приманки. Пожалуй, эта неформальная часть была самой сумбурной, эмоциональной, но и результативной. Всем захотелось на рыбалку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова